Это проект Смотри Хабаровск, студия Эльвира Хандошко. 2020 год изобилует на перемены. Изменения коснулись и пенсионного фонда. Вот, например, до конца года нужно решить вопрос с введением трудовой книжки. Появились предпенсионеры. Материнский капитал начал претерпевать изменения. Эти и другие вопросы мы обсудим с моих гостей. Прямо сейчас у меня в студии Татьяна Черендина, начальник центра ПФР номер один по установлению пенсии в Хабаровском крае. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте начнем с трудовых книжек. Все-таки чем электронная трудовая книжка отличается от обычной, привычной бумажной? Но, по сути, ничем. Та информация, которая у нас у всех отражена в бумажной трудовой книжке, содержится и в электронной трудовой книжке. Просто теперь ведение инфрафактов, фиксация фактов трудовой деятельности каждого гражданина, она происходит не только на бумажном носителе, но и в электронном. И, наверное, преимущество, я бы сказала, в том, что ознакомиться с вариантом ведения, с правильностью ведения, теперь может гражданин, который выберет вариант ведения в электронном виде, в любое время, в любое дня и ночи с помощью электронного сервиса. Можно зайти и посмотреть, и убедиться, что все правильно. Это будет отдельный портал или те же самые госуслуги? Это тот же самый личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Но это та же самая информация, то есть тот же самый лицевой счет, индивидуальный лицевой счет, где информация, она вся аккумулируется. В принципе, принципы те же остались. Те, кто не хочет переходить на электронную систему, также может остаться с бумажным, грубо говоря, носителем? Бумажный носитель остается у гражданина, который выбрал, продолжает ведение в бумажном виде. И в электронном виде на этого гражданина работодатель будет предоставлять сведения в любом случае. Здесь обязанность работодателя представлять сведения в электронном виде о трудовой деятельности, она не зависит от выбора гражданина. От выбора гражданина только зависит способ ведения для самого гражданина. То есть на каждого человека будет создана электронная трудовая книжка? И она будет вестись. В любом случае? Я бы сказала, это не электронная трудовая книжка, это информация, это информация в электронном виде о трудовой деятельности каждого гражданина. Ну, если правильно, то это вот так. Просто те, кто выберет электронный формат, смогут формировать ее через электронные сервисы, через портал в любое время и иметь ее в электронном виде. Ну, также остается право по старинке ходить с бумажной версией. Бумажная книжка трудовая таким гражданам выдается на руки, и хранят уже ее они. Работодатель все заполняет через электронную. Работодатель заполняет все электронно. И в отношении тех граждан, которые все-таки оставили ведение в бумажном виде, работодатель тоже будет вести электронную информацию о трудовой деятельности, но и будет вести также на каждого работника и хранить бумажный вариант трудовой книжки. И вы, как правильно сказали, до конца года каждый гражданин в нашем городе, в нашем районе должен сделать выбор. Как сделать выбор? Как его озвучить? Какие документы, какие заявления нужно подать? Куда? Каждый работодатель должен был уведомить до конца октября своего работника о том, что произошли изменения в трудовом законодательстве и о том, что необходимо этот выбор сделать. Уведомление оно носит в письменном виде, под роспись каждого работника уведомлялись. И работник, как сделать выбор, заполняет заявление на имя работодателя и предоставляет это заявление работодателю, как я и сказала, до конца года. И в этом заявлении он отражает информацию, в каком он виде желает, чтобы осуществлялось введение его трудовой книжки. Эту информацию работодатель, ну то есть как пенсионный фонд узнает о том, какой выбор сделал гражданин. Эту информацию работодатель должен будет представить в пенсионный фонд. Информация предоставляется каждый месяц у нас до 15-го числа, следующего за отчетным. И в виде формы СЗВ-ТД она называется, каждый работодатель это знает. И именно в этой форме работодатель в отношении своего работника отражает информацию, какой способ введения трудовой книжки работник выбрал. Таким образом, в пенсионном фонде и в лицевом счете работника появляется информация о выборе гражданина. Ну еще очень интересная тема, у нас появился новый термин предпенсионера. Что это значит? Да, предпенсионер, этот термин появился у нас не так давно. Это связано с увеличением возраста, выхода на пенсию. То есть если раньше по прежнему законодательству граждане имели право выйти на пенсию женщины в 55 лет, мужчины в 60, то после того, как вступили изменения в силу, это с 1 января 2019 года, сдвинулся возраст выхода на пенсию. И у нас образовалась вот так категория граждан, которая по прежнему законодательству могла бы выйти на пенсию в прежнем возрасте, но, к сожалению, пока не оформили свою пенсию. Ну, в связи с тем, что сдвинулся возраст. Так вот, ввели, как бы не то, что ввели, оно появилось. Ну, в принципе, предпенсионный возраст и раньше был. Вот чем эти предпенсионеры, новое поколение, так скажем, предпенсионеров, отличаются от того предпенсионного возраста, вот еще до... Ну, я хочу сказать, что те льготы, на которые имели пенсионеры по ранее установленному возрасту, для тех граждан, которые еще не приобрели право в новом законодательстве, они сохраняются. Это и налоговые льготы здесь, и на имущество, и на землю налоговые льготы. Это и льготы на проезд, и на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, это со стороны органов соцзащиты. Они сохраняются для граждан, которые достигли женщины 55-летнего возраста, мужчины 60-летнего. Вот, появилась такая же льгота для предпенсионеров, это как два дня на диспансеризацию раз в год. Это за счет работодателя, когда граждане имеют право обратиться в лечебное учреждение, пройти какое-то обследование, и эти дни этим гражданам, работодателям оплачиваются. Эта вот льгота у нас появилась. Это касательно тех граждан, у которых до права выхода на пенсию 5 лет. Вот мы всегда говорим, да, кто такие предпенсионеры? Это те люди, которым до пенсии осталось 5 лет. То есть, по сути, они в эти 5 лет пенсию не получают по изменениям законодательства, а все льготы, которые были раньше им положены, они как бы их получают? Они их получают. Хорошо, материнский капитал. Еще одна такая тема, очень животрепещущая. Куда можно использовать маткапитал? Очень много об этом говорили, но до сих пор возникают вопросы, проблемы по этому поводу. Ну, конечно же, изменений в этом году произошло много в этом вопросе. Я напомню, что право на материнский семейный капитал имеют семьи, у которых, ну, традиционно, это второй ребенок рожден, да, и право будет у нас продлено до 31 декабря 2026 года. Но с 1 января 20-го года внесли изменения, что право теперь на материнский семейный капитал имеют семьи, у которых рожден и первый ребенок с 1 января 2020 года. Произошло изменение в сумме, если на второго ребенка у нас сумма материнского семейного капитала была установлена 466 617 рублей, то если у нас теперь рождается второй ребенок в 2020 году, а первый рожден до 1 января 2020 года, то на второго ребенка будет материнский семейный капитал увеличен на 150 тысяч рублей и составлять уже 616 617 рублей. И если в семье рождается первый ребенок вот в этом году, то сумма материнского семейного капитала для них остается 466 тысяч. То есть на первого, как за второго ранее? Да, как за второго ранее. На второго будет идти, если же второй ребенок рожден в этом же году, ну, скажем, семья первого родила, и вот в 2020 году, и позднее рождается второй ребенок в семье, то на второго будет доплата 150 тысяч. В целом материнский семейный капитал не будет превышать 616 617 рублей. Если говорить про распоряжение, то мы всегда выделяем как бы два направления. Те направления, на которые можно распорядиться сразу при рождении ребенка, это ипотечное кредитование, это у нас дошкольное образование детей, это на приобретение средств для инвалидов, для реабилитации детей инвалидов, и это ежемесячная выплата до достижения ребенка в трех лет для малоимущих семей. Тех семей, у которых среднедушевой доход, то есть доход на одного члена семьи, не превышает двукратного прожиточного минимума. И если говорить о распоряжении на другие направления, это, например, накопительная часть пенсии мамы, или образование, например, высшее образование детей мы оплачиваем в вузах, включая оплату общежития, или, например, приобретение жилья или строительство жилья, то материнский семейный капитал на эти направления можно направить после достижения ребенка возраста трех лет. А скажите, бывают ли такие случаи, когда родители пытаются вывести эти деньги на каким-то незаконным путем, на не те нужды, которые прописаны в законодательстве? Конечно, попытки такие есть, и их не может не быть, да, у нас разные люди живут. Но я хочу сказать, что при приеме и обработке, да, при оценке документов, которые поступают в пенсионный фонд, и при принятии решения о назначении, да, средств материнского семейного капитала семье проводится проверка. И эта проверка, конечно, проводится совместно и с органами опеки, и с Министерством внутренних дел, поэтому такие вопросы, они контролируются, проверяются. И если выявляются случаи злоупотребления, то, конечно же, мы обращаемся в правоохранительные органы, в надзорные органы для того, чтобы гражданам, которые нарушили законодательство, были приняты меры. А изменились ли как-то способы подачи заявления на получение материнского капитала? Сейчас преимущественно, да, способ подачи это электронный, и пенсионный фонд работает над тем, чтобы исключить посещение граждан в клиентские службы пенсионного фонда. И очень мы сейчас активно работаем, заключаем соглашение с образовательными учреждениями для того, чтобы даже если мама подала документы на распоряжение средствами материнского семейного капитала, с целью оплатить образование ребенка, не надо было бы приходить, как раньше, приносить документы, договор, да, заключенный между образовательным учреждением и гражданином. У нас заключается соглашение, сейчас у нас уже заключено 12 соглашений с 12 образовательными учреждениями. И если мы получаем документы в электронном виде от мамы о том, что ребенок будет обучаться в этом образовательном учреждении, мы тогда делаем, взаимодействуем с образовательным учреждением, и от граждан не требуется предоставлять никакие документы. Если говорить о распоряжении на ипотечное кредитование, то заявление можно также подавать электронно. Мы все пользуемся порталом государственных услуг, личным кабинетом на сайте пенсионного фонда, внимательно заполняем заявление, подаем. И если граждане внимательно заполняют эти заявления, указывают всю информацию, которая требуется в этом заявлении, то посещать пенсионный фонд тоже нет необходимости. Это в связи с пандемией такие нововведения, или все-таки уже требовала и так система этого всего? Есть возможность. Конечно же, можно сказать, что пандемия, она как бы нас, наверное, подстегнула к развитию вот этих электронных форм взаимодействия, где-то там бесконтактных способов и, наверное, требует и время уже. Достаточно подать. Мы все зарегистрированы, имеем подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг, и, наверное, можно было такие возможности рассмотреть. И, конечно же, мы расширяем взаимодействие с различными организациями, как я сказала, образовательными учреждениями, другими государственными органами, с целью того, чтобы исключить посещение граждан в пенсионный фонд, в клиентские службы. Мы минимизируем это посещение. Давайте прижимаемся на короткую рекламу и вернемся буквально через пару минут. Это проект «Смотри Хабаровск». Напомню, у меня в гостях Татьяна Черендина, начальник Центра ПФР номер один по установлению пенсии в Хабаровском крае. Поговорили уже про трудовые книжки, про электронные трудовые книжки, про новое понятие предпенсионеры, про материнский капитал. И сейчас хочется поговорить об отношениях пенсионного фонда с работодателями. Какие виды отчетности работодатель должен предоставлять вам? Я напоминаю, работодателям у нас основные три вида отчетности. Это ежемесячная отчетность, она самая простая, предоставляется работодателям на каждого работника, который под СЗВМ мы ее называем, которая подтверждает факт работы или неработы данного работника у работодателя. Второй вид отчетности – это у нас представление сведений в Пенсионный фонд о трудовой деятельности. Это СЗВТД, это та информация о трудовой деятельности каждого работника. Работодатель ее тоже так же представляет, либо ежемесячно, либо в течение одного дня после кадрового мероприятия, это приема или увольнения. И у нас сейчас заканчивается год, и наступает период января-февраля, когда работодатель представляет на каждого работника сведения о стаже, о трудовом стаже, либо о нестраховых периодах каждого работника за истекший год, то есть за 2020 год. Если говорить о сроках, то я могу напомнить, что первый вид отчетности, это по форме СЗВМ, предоставляется ежемесячно до 15-го числа, следующего за отчетным. Если говорить о формах СЗВТД, то если гражданин сделал выбор и изъявил свою волю работодателю, то работодатель представляет сведения в пенсионный фонд до 15-го числа, следующего за отчетным, не забывая при этом заполнять сведения о кадровом мероприятии, последнем кадровом мероприятии. Если говорить, опять же, о СЗВТД, то ежедневно предоставляется отчетность по этой форме в случае, если было кадровое мероприятие, либо прием, либо увольнение. Ну, скажем, работник уволит, приказ издан сегодня, то завтра в пенсионный фонд должны поступить сведения об этом факте. И вот отчетность, которая у нас годовая, по годовому периоду трудовой деятельности в отношении каждого работника, она представляется до 1 марта следующего за отчетным годом. Также я хотела бы напомнить работодателю о том, что сведения о заработной плате и о сумме начисленных страховых взносов в отношении каждого работника он предоставляет в налоговые органы ежеквартально. Именно оттуда потом поступает информация в пенсионный фонд и, ну, будем говорить так, вложится на индивидуальные лицевые счета каждого работника. Все эти манипуляции, так скажем, как-то влияют на самого работника? Или это чистое отношение работодателя и пенсионного фонда? Это, конечно же, если посмотреть с точки зрения обязательств, то это отношение между работодателем и пенсионным фондом. Но в интересах каждого работника вся информация, которая предоставляется работодателям, она аккумулируется на индивидуальном лицевом счете каждого работника. И потом, впоследствии, в будущем будет использована в целях назначения пенсии данному работнику. То есть вся эта информация, будем говорить другими словами, как бы формирует пенсионные права каждого из нас. Такую историю можно сказать, да, пенсионные? Какие самые типичные ошибки, самые распространенные или нарушения, например? Очень часто работодатель неправильно заполняет те формы, которые установлены. Вся отчетность, она представляется по установленным формам, ко всем формам есть определенные требования по заполнению, порядок заполнения, и все это установлено нормативными документами, с которыми можно ознакомиться на сайте пенсионного фонда в том числе. Но я хочу сказать, что самая распространенная ошибка, это когда работодатель предоставляет сведения о работнике, о выборе работника, выбрал, какой он электронный вариант введения или бумажный. При этом работодатель забывает указывать в форме сведения о последнем трудовом мероприятии, кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года. Требования таковы, что до конца года нам необходимо собрать информацию по каждому работнику о том, в каких отношениях работодатель с этим работником состоит. Был ли прием это, было ли увольнение, был ли это перевод, и вот эту информацию работодатели забывают предоставлять. Также я хочу сказать, что бывают ошибки в самой оформлении, то есть забывают указывать номер приказа, дату приказа, заполняют приказы не в соответствии с трудовым законодательством, то есть формулировки могут быть не те, либо забывают указывать должность. То есть ошибок масса и масса, да? Ошибок много, и требования у нас установлены к введению как бумажного варианта, то есть мы же понимаем, что и трудовая книжка в бумажном виде тоже должна вестись в соответствии с требованиями. И вот я хочу сказать, что требования точно такие же и к электронному формату. Потому что, еще раз напоминаю, что все эти ошибки, они влияют на права граждан. Ну вот еще один вопрос, мы уже его немножечко коснулись. Все-таки могут ли жители Хабаровского края полностью отказаться от посещения клиентских служб пенсионного фонда? Немножечко мы уже затронули эту тему, когда говорили про материнский капитал, то есть сейчас подать документы, заявление на получение материнского капитала можно через электронный портал. Что касается остальных всех? Ну, к сожалению, все 100% услуги нельзя получить дистанционно пока. У нас 56 услуг, которые можно получить электронно, это большая часть, практически все. И это через портал государственных услуг, либо через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Большая часть услуг, да, она доступна электронно. Но у нас остаются услуги, по которым необходимо все-таки посетить пенсионный фонда. Какие это услуги? Это у нас недополученные суммы пенсии, пособие на погребение в случае смерти пенсионера. Есть у нас также услуга, это заблаговременная оценка пенсионных прав, это когда граждане собираются на пенсию, и необходимо предоставить какие-то документы личного хранения. Делаю акцент именно на этих документах, потому что документы, которые можно получить из государственных органов, мы обычно запрашиваем сами. Если же есть какие-то личные документы, то их предоставляют. Это могут быть какие-то договора, которые не отражены на индивидуальном лицевом счете и подтверждают трудовую деятельность. Это могут быть дипломы об образовании, например, такие документы, либо свидетельства о рождении детей, потому что есть такие документы, которые сейчас мы взаимодействуем с органами ЗАГСа, и мы документы эти можем получить в рамках нашего города и нашего района. Но когда граждане к нам приезжают из других территорий, то здесь определенные трудности возникают, поэтому эти документы нам нужны. Поэтому эта услуга тоже требует присутствия. Обратиться можно не только в клиентские службы, можно обращаться в МФЦ, тоже практически все услуги в МФЦ, которые можно получить дистанционно. Это, пожалуй, основные такие услуги, которые требуют присутствия. Конечно же, это распоряжение средствами материнского и семейного капитала. Есть определенная, например, ежемесячная выплата малообеспеченным семьям, у которых средний душевой доход не превышает двукратного прожиточного минимума. Здесь необходимо при обращении подтвердить, что доход семьи действительно не превышает. и необходимы какие-то, может быть, факты, либо документы. То есть, если информация есть в Пенсионном фонде, мы ее запрашиваем сами и помогаем гражданам, оказываем содействие. И если такой информации в Пенсионном фонде нет, то граждане нам, наверное, должны ее предоставить, ну, чтобы получить ту услугу, на которую они претендуют. А вот есть такие услуги, которые не требуют даже заявления от гражданина. Которые автоматически происходят. Вот это, например, присвоение СНИЛСа ребенку рожденному. Сейчас это автоматически происходит. С помощью взаимодействия ЗАГСа и Пенсионного фонда информация о рождении ребенка, о регистрации его поступает по электронным каналам связи, автоматически присваивается СНИЛС. Кстати, да, я очень удивилась, когда у моего ребенка оказался СНИЛС. Я думаю, я же не подавала заявление. Думаю, откуда оно у меня вдруг появилось. И да, действительно. И действительно это есть. Вы сейчас ответили на мой вопрос. И эту информацию мама может получить из своего личного кабинета на портале государственных услуг. И для этого не требуется обращаться. При том, что сейчас нету СНИЛСа в том формате зелененькой карточки, которая была раньше. Это просто уведомление, распечатанное на листе бумаги формата А4. Это можно сделать и дома, со своего компьютера. У нас теперь в беззаявительном порядке назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам. Это по данным органов МСЭ также поступает информация. Мы ее назначаем в беззаявительном порядке. Единственное, от гражданина мы просим предоставить нам данные о счете. Либо почта это будет, либо это будет кредитное учреждение. То есть в адресе, куда доставлять эту ежемесячную денежную выплату. Но эту информацию гражданин тоже может направить в электронном виде через портал. Есть такая услуга, как заявление о доставке пенсии, либо о доставке других социальных выплат. Можно подать это заявление через госпортал. Мы обрабатываем и не требуется нас посещать. Есть определенные виды перерасчетов. Например, по достижению пенсионерами 80 лет тоже не требует обращения к нам. Или, например, когда гражданин увольняется, работающий пенсионер, он увольняется. Тоже к нам не требует обращаться. Это все происходит автоматически. Ну и расскажите, пожалуйста, через какие электронные сервисы? То есть получается, это у нас госуслуги в основном все? Это единый государственный портал электронных услуг. И сайт пенсионного фонда – это личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. И доступ к личному кабинету гражданина на сайте пенсионного фонда возможен под тем же логином и тем же паролем, который гражданин использует на сайте государственных услуг. Как сейчас работает пенсионный фонд в условиях пандемии? Как-то ограничения коснулись? Мы принимаем по предварительной записи. Режим приема у нас изменился с 1 августа 2020 года. Сейчас с 8 утра до 8 вечера мы принимаем 3 раза в неделю. Понедельник, вторник, четверг. По всем услугам. Но я напоминаю, что это предварительная запись. По средам и пятницам мы принимаем только по ограниченному числу услуг. Это заблаговременная оценка пенсионных прав, пособие на погребение, недополученные суммы пенсии и подтверждение учетной записи. Так как мы являемся операторами электронными, мы подтверждаем учетную запись. Для граждан к нам можно по этой услуге обратиться. Записаться на прием можно самостоятельно через электронный портал, либо через единую справочную службу. У нас, кстати, изменился номер единой справочной службы. Сейчас он 8 800 600 0156. Те номера телефонов, которые были ранее, они пока рабочие. По ним также можно обращаться. Но вот я озвучила единый номер, обращаемся по нему. И я хочу еще сказать, что у нас в клиентской службе в городе Хабаровске есть, скажем, сектор электронных услуг. У нас специалисты помогают освоить электронные сервисы непосредственно на рабочих местах, на компьютерах. Помогают научиться пользоваться электронными сервисами, подавать заявления о получении государственных услуг. И я приглашаю граждан к нам обратиться именно в этом направлении, чтобы поиметь определенный опыт. Татьяна Владимировна, спасибо вам огромное, что нам разъясняете эти все вопросы каждый раз. И в принципе все понятно. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Татьяна Черендина, начальник центра ПФР номер один по установлению пенсии в Хабаровском крае. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм КХВТВ, если что-то пропустили, все материалы. И этот эфир можно посмотреть на YouTube-канале телеканала Хабаровска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова